Страны должны усилить сотрудничество по возвращению на родину детей, оказавшихся в зонах боевых действий. Об этом заявили участники неформальной встречи Совета Безопасности ООН. Эксперты отмечают, люди, покидающие свою страну, рискуют не только своими жизнями. Представители США, Франции, Великобритании, Китая и Норвегии также подчеркнули роль Казахстана, который уже имеет опыт по репатриации несовершеннолетних и членов их семей. Мы не можем оставаться равнодушными к судьбе детей, находящихся в районах вооруженных конфликтов. Дети в таких регионах потеряли и детство, и будущее. Наша цель – избежать подобных трудностей. Мы также благодарим постоянное представительство Казахстана при ООН и российских партнеров за организацию сегодняшней встречи. Дети – это свидетельство преступлений и жертвы поступка своих родителей. Они же находились в зоне боевых действий. Они видели все, что там происходило. Бомбежку, изувеченные тела, смерть. И это психологическая травма, последствия которой отсрочены. С этим надо работать, не ждать, когда так называемый посттравматический синдром проявит себя. Это четко отслеживают психологи и социальные работники наших центров, которые работают с детьми в адаптационных центрах. Президентральный депутат. Президентральный депутат. Президентральный депутат. Президентральный депутат. Президентральный депутат. Президентральный депутат.